Новый поворот в расследовании убийства Саши Родина. В отношении отчима возбудили еще одно уголовное дело. Длительное противостояние. Жильцы одного дома разошлись во мнениях об управлении многоэтажкой. Ситуацией разбирался наш дежурный репортер. Серьезные финансовые проблемы сказываются на обучении детей из-за нехватки средств в школах Воскресенского района под угрозой срыва образовательный процесс. Искали скрытые мотивы. Почему некоторые СМИ раскритиковали шествие бессмертной полки и организаторов патриотической акции, обсудим с гостем программы «Прямая речь». Сегодня стало известно о том, что Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Саратова Владимира Ефимова, обвиняемого в причинении смерти 7-летнему пасынку Саши Родину. Новое уголовное дело возбудили по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Напомню, трагедия произошла 18 марта в доме Владимира Ефимова, которому из Ростова переехала жить 26-летняя Мария Родина вместе со своим сыном Сашей. Уже через месяц совместной жизни отчим начал бить мальчика. Затем это происходило каждый день. Отчим наносил ребенку удары в область головы и туловища руками, ремнем, подлокотником от кресла. На третьи сутки Саша почувствовал себя плохо, после чего потерял сознание. Прибывшие сотрудники скорой констатировали смерть ребенка. Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования, смерть мальчика наступила от тупой сочетанной травмы тела, с кровоизлияниями, под оболочки мозга, ушибом головного мозга, ушибами почек. А прямо сейчас на связь выходит наш корреспондент Денис Титаренко. Он расскажет о происшествиях, случившихся на территории региона за минувшие сутки. Денис, приветствуем, тебе слово. Добрый вечер, Анна. Начнем с крупной дорожной аварии, в которой погиб пешеход. Трагедия произошла накануне вечером на московском шоссе. Там под колеса грузовика попал человек. По словам очевидцев, возле входа на кладбище из маршрутки вышел мужчина и собрался переходить проезжую часть. Водитель фуры, который ехал по дороге, не заметил неожиданно вышедшего из маршрутки пешехода, избил его. От полученных травм пострадавший скончался еще до приезда врачей. Еще одна авария случилась сегодня на дороге между поселками Солнечный и Юбилейный. Там перевернулась грузовая «Газель». По словам очевидцев, ДТП случилось поперек дороги, и микроавтобус почти полностью перекрыл всю проезжую часть. Другим автомобилям приходилось объезжать место аварии по обочинам. А в Балаково пенсионерка, управляя автомобилем «Лада Калина» на нерегулируемом пешеходном переходе, сбила 35-летнюю женщину. Затем Калина задела припаркованную «десятку» и только после этого остановилась. Как выяснилось, 62-летняя женщина получила водительские права за два дня до происшествия. И о пожарах. Всего за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Саратовской области ликвидировали два возгорания. Так, сегодня около 7 часов утра на пуль дежурного поступил сигнал о возгорании в доме на 6 квартир на станции Калагривовка-Татищевского района. Пламя охватило 60 квадратных метров здания. В результате погибла пожилая жительница одной из квартир. Причину ЧП сейчас выясняют следователи. Они уже начали проверку по факту пожара. Еще один пожар произошел на Саратовском подшипниковом заводе. По предварительной информации, накануне вечером огонь вспыхнул в шлифовально-сборочном цехе. Общая площадь возгорания составила 8 квадратных метров. По вызову с повышенным приоритетом на место прибыли все экстренные службы города. Открытое горение быстро ликвидировали. В тушении огня задействовали 7 единиц техники, 18 человек личного состава. Во время инцидента никто не пострадал. Причины пожара выясняют специалисты. На этом у меня все. Мы продолжаем следить за всем, что происходит в регионе. Анна, вам слово. Спасибо, Денис. А я напомню, наша съемочная группа находится в центре управления в кризисных ситуациях МЧС Саратовской области. И это был обзор происшествий, которые случились на территории области за минувшие сутки. А следующая информация сегодня поступила из Москвы, но без исключения касается каждого жителя Саратовской области. Министр финансов России Антон Силуанов вместе с полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем обсуждали, как вывести Саратовскую область из финансового пике. Участие в совещании приняла глава региона Валерий Радаев. Собравшиеся признали, что несмотря на все попытки региональной власти сбалансировать доходы и расходы казны, ситуация в области по-прежнему нестабильная. Чтобы ее изменить, в Саратов была направлена специальная рабочая группа, членами которой стали ведущие финансисты и экономисты крупнейших государственных структур и научно-исследовательских центров. Они разработали план, как привлечь деньги в регион и как рассчитаться с долгами. Специалисты уверены, что эти меры позволят завершить фактически сорванную программу по переселению из ветхого и аварийного жилья и построить, а не отремонтировать дорожную сеть региона. Также Валерий Радаев, Михаил Бабич и Антон Силуанов обсудили вопрос о предоставлении региону дополнительной финансовой помощи из федерального центра. Кто должен управлять? Жильцы саратовской многоэтажки разделились во мнениях, какая организация должна взять все коммунальное хозяйство под контроль. Напомню, несколько дней назад мы рассказывали вам о жителях дома номер 44-54 по улице Рахова. Устав от коммунальных бед, год назад они решили отказаться от управляющей компании и создали товарищество собственников недвижимости. Однако жильцы 12-ти квартир дома не поддержали эту идею. Почему они до сих пор отказываются вступать в ТСН, выяснила Полина Попенец. Далее наша рубрика «Дежурный репортер». Вы говорите за нас. Кто вы такие, что за нас жильцов говорите? А вы кто такие, что за нас? Вы жильцы, мы имеем право говорить. И я точно такой же жилец, имею право говорить. Каждый уверен в своей правоте и не хочет уступать. Уже больше года жильцы многоэтажки по улице Рахова разделились на два вражеских лагеря. Те, кто состоит в товариществе по управлению этим домом, и те, кто не захотел входить в эту организацию. На предыдущем общедомовом собрании разобраться в конфликте пришли не все. На этот раз обеим сторонам встретиться удалось, но диалога все равно не получается. А мы переплачиваем. Почему тариф завышенный? Почему вы не дали ответ до сих пор на мое обращение? А кому просить, они переплачивают? Вам. Это не гласит. Они нам переплачивают. Они вообще не платят. Кто из них хоть один заплатил? Хорошо, поймем она. Сколько вы заплатили нам? Сколько вы заплатили? Вы сколько заплатили? Сколько вы заплатили на счет ТСН конкретно? Товарищество собственников недвижимости или сокращенно ТСН, по сути, самостоятельное управление жильцами своим домом. В него входит почти 70 жильцов многоэтажки. Николай Реснянский в числе тех, кто против объединения. По его мнению, после того, как сменилась управляющая компания, цены на коммунальные услуги постоянно растут. Тариф на отопление у нас 0,03 с квадратного метра, гикокалорий, норматив, поскольку нету приборов учета. Смотрите здесь. Приписка. Объясняйте, что за приписка? Приписка, выраженная в завышении норматива, а, соответственно, в завышении платы. Решение проблемы видит в создании собственной управляющей организации. Говорит, ТСН некачественно обслуживает дом. Однако у оппонентов другое мнение. Члены объединения довольны всем. И тарифами, и тем, как следят за домом. Все, кто входит в ТСН, считают, что владельцы 12 квартир, которые, собственно, и являются зачинщиками этого спора, намеренно не входят в объединение, чтобы не платить за коммунальные услуги. Присутствующие здесь госпожа Лапина и господин Реснянский, что бы они вам ни говорили, и как бы они красиво бумажками ни трясли, будут делать все, чтобы ТСН здесь не было. Вопрос в другом. А вы почему выступаете? Не вскрылся вопрос о неоплате ими коммунальных платежей. Я подозреваю, что они в течение двух лет не платили коммунальные платежи. Год назад жители этого дома отказались от своей управляющей компании и собственными руками взялись за содержание многоэтажки. За это время удалось навести порядок в подвале, поменять трубы и даже немного залатать крышу. Многие не понимают, как такое качественное обслуживание может не устраивать. Это группа, которая, вы знаете, будет другой председатель, да, они будут опять недовольны. Это вот такие люди. Мы сегодня видим нормальные отношения, мы сегодня видим, что начинает работать ТСЖ. Зачем вот эта горшка людей баламутит всех? То есть за совершенно маленькие деньги мы относительно привели в порядок в подвал и все остальное. И люди, которые живут в этом доме, они все равно видят, что чисто внешне и подвал, ну в смысле и подъезд, и двор привели в порядок. И все понимают, что каждые три месяца мы вешаем отчет, куда мы, сколько дели денег, сколько поступило, сколько мы израсходовали. Каждые три месяца вывешивается эта информация, да? Все члены ТСН исправно платят за коммунальные услуги. А вот недовольные жильцы даже не смотрят в платежки, которые регулярно получают от председателя. Считают, что не обязаны платить, поэтому у каждого уже накопились солидные суммы долга. При этом деньги они тратят на отстаивание своих интересов в суде. Полина Попенец, Александр Бачков, Саратов, 24. Очередное судебное заседание состоится во вторник, 17 мая. Мы будем следить за развитием событий. Также попросим оценить непростую ситуацию юристов и экспертов Госжилинспекции Саратовской области. Ну а если вам нужна помощь нашего телеканала, звоните по телефону 705-755. Съемочная группа рубрики «Дежурный репортер» приедет на вызов. Не дофинансировали. Школы Воскресенского района столкнулись с серьезной нехваткой средств. Из-за их многочисленных долгов были приостановлены финансовые операции по лицевым счетам учреждений. Это привело в том числе к задержкам зарплат педагогам. На начало апреля школы и районы имели общий долг в 45 миллионов рублей. Тревогу забили родители, которым приходится самим оплачивать даже страховку за школьный автобус. Что по этому поводу думают чиновники и когда решится финансовая проблема общеобразовательных учреждений Воскресенского района, выяснял Денис Титаренко. Сейчас мы находимся в кабинете русского языка и литературы. Занятия здесь уже закончились. Учитель ушел домой. Интонация учителя остается даже после уроков. Ольга Ереклинцева 31 год в школе, поэтому даже с журналистами общается, как с учениками. Но поводом для визита съемочной группы в одно из лучших общеобразовательных учреждений области стали не достижения ее воспитанников, а серьезные финансовые проблемы. Чита были арестованы по причине большой задолженности за тепловую энергию. Потом были накоплены долги энергетикам за электричество. И вот этот снежный ком наращивался. Почему накопились эти долги? Не были заложены деньги в бюджет района. Огромные долги буквально парализовали работу школы. Мало того, что не в состоянии оплатить никакие услуги, не могут даже получить деньги от Министерства образования. Началось все со штрафов пожарного надзора. Учреждения, где постоянно находятся дети, не подключены к сигнализации. Причина та же – заплатить не могут. Но чаша терпения переполнилась, когда из-за чиновничьих просчетов начали страдать дети. Не было бесплатного питания, льготного питания. Если ребенок голодный, то какая здесь учеба? Были проблемы с доставкой детей, самые такие тяжелые. Потому что приходилось искать и средства на транспорт, и средства на ремонт автомобилей. Школа в поселке Елшанка Воскресенского района – одна из самых крупных. Здесь учатся около 300 детей, приезжают со всех соседних сел. Но столь высокая социальная значимость объекта не остановила поставщиков электричества. У нас отключили электричество, из-за этого не было детского оздоровительного отдыха. Они не избалованы какими-то другими мероприятиями культурного характера. У нас нет театров, у нас нет кинотеатров, куда бы могли пойти дети. Для детей это действительно второй дом. Он, кстати, наш выпускник. Он наш выпускник. Часть детей у меня тоже, наши сельские учреждения, эти дети учатся здесь. Вроде бы как конкурент. Но, тем не менее, обмен и проблемы. Финансово-школьные проблемы стали причиной частых встреч выпускников. По словам директора небольшой школы в поселке Усовка Сергея Джаналиева, такая ситуация сложилась в общеобразовательных учреждениях. Но скоро она может докатиться и до детских садов района. Договора никто не может заключить. Едем на договор, кто в Воскресенский район, о стопроцентной предоплате. Вот у нас сейчас детское молоко, программа детское молоко. Вот в апреле, считай, с середины апреля мы уже детям молоко не даем. Естественно, в мае. Потому что у нас долг поставщикам где-то около 40 тысяч. То есть они практически на полгода бесплатно дают молоко. Естественно, это все не оплачивается. И вот дети наши недополучают. В этой школе в поселке Славянка учеников в 10 раз меньше. Однако проблема на порядок больше. На счету уже несколько предписаний от пожарного надзора. Все экстренные ремонты о школе и ее коммуникациям больше 25 лет делались за счет спонсоров и родителей. И самое интересное, что они утверждали о том, что их никто не слышит. Подтвердилось действительно, их никто не слышит. И родители вместе с директорами, с учителями решали свои проблемы самостоятельно. Такое ощущение, что больше никого нет вообще. В профильном министерстве заверили, что с проблемой знакомые. Однако лишь разводят руками. Мол, деньги исправно переводим на зарплату учителям, но получить их на счет организации не могут. Утешают лишь тем, что погашение огромного долга сдвинулось с мертвой точки. Значит, задолженность образовательных учреждений составляла 45 миллионов на 1 апреля. На 1 мая задолженность сократилась на 5 миллионов. И составляет 40 на 1 мая. По словам директоров школ, к перепадам на финансовых волнах из-за пробелов в районном бюджете они уже привыкли. Как удается удержаться на плаву и сами не знают. Говорят, грибут по инерции. Кто-то же должен учить детей на селе. Выживаем мы, наверное, чудом. Я не знаю, как мы выживаем. Денис Титаренко, Олег Бирюков, Саратов-24. Чтобы восстановиться после стресса, нужно уехать из Саратова. Такой совет специалисты дали на заседании городской комиссии по охране труда. Чиновники также подвели итоги недели безопасности труда. В рамках ее проведения на саратовских предприятиях проходили мероприятия, направленные на снижение профессиональных стрессов, а также на предупреждение производственного травматизма. На заводах провели многочисленные тренинги, на которых сотрудникам рассказали, что нужно делать, чтобы выдерживать тяжелый трудовой режим без влияния на нервную систему. Прежде всего, считают специалисты, необходимо почаще менять обстановку. И просто выездом на природу в выходные здесь не обойтись. Психологи рекомендуют проводить отпуск за пределами Саратовской области, а еще лучше в другой стране. Например, я отдыхаю на Волге все время. Я считаю, что я отдыхаю на Волге, но я приезжаю не отдохнувши. И мне объясняют, ученые мне объясняют, что если вы хотите рекреироваться, а не отдохнуть, то есть восстановиться, вы должны поменять свой ребенок. Вы должны уехать. Почему люди стремятся уехать отсюда, на Черное море всю жизнь стремились? Потому что это восстановит. В акции «Неделя безопасности труда», которая прошла в Саратове, приняли участие более 10 тысяч сотрудников городских организаций. Эксперты надеются, что мастер-классы помогут работникам противостоять стрессам. Лекарствами не вылечишь. Со страшным диагнозом эпилепсия борется юный житель Саратова Максим Асташин. Врачи обнадежили его родителей. Исправить порог можно, но необходимо дорогостоящее обследование. Однако семье оно оказалось не по карману. Асташины надеются на помощь неравнодушных людей. Подробности в нашем следующем сюжете. Расскажи, какие формы глаголок ты сейчас три повторил. Английские литературы – любимые предметы Максима. Говорить точные науки не жалуют, а запомнить стихотворение может с первого раза. Вот если только стихотворение я лучше запоминаю. Я даже могу… Мы недавно проходили стихотворение Исаковского. Там все военные у него. Я даже могу пропить. Правда, сейчас из-за болезни посещают уроки реже. Три раза в неделю Максиму диагностировали резистентную форму эпилепсии. Медикаментозное лечение в этом случае не поможет. Нужна операция. Семья Асташиных консультировалась в ведущих клиниках России и Германии. Врачи обнадежили. Вылечить можно. И Максим вернется к нормальной жизни. Он раньше занимался спортом. Но из-за частых приступов это стало невозможно. Да и память стала подводить. Правда, перед операцией необходимо дополнительное обследование. Так как до конца непонятно, откуда идет очаг, и где этот очаг, потому что явного очага нету, то из-за этого нужно проходить дополнительные предоперационные все обследования. И это обследование влетит в копеечку. Один день приема специалиста и проживание в клинике Москвы обойдется примерно в 25 тысяч рублей. Еще и специализированное МРТ нужно сделать. Это еще 60 тысяч. У родителей Максима таких денег нет. Благотворительный фонд «Спаси жизнь» организует акцию, на которой будут собирать средства. Концепция данной акции проста. Она заключается в том, что, возможно, у кого-то в машине, в бардачках, либо в карманах завалялась мелочь. И они могут приехать к нам на благотворительную акцию, которая будет проходить в «Хэппи-моле» с часу до шести, в «Хэппи-моле-1» и в «Хэппи-моле-2», сдать мелочи, тем самым помочь семье Осташина. Акция состоится 15 мая в «Хэппи-моле». Любой может оказать посильную помощь. Ну а если вы хотите перевести деньги на карту семьи Осташиных, то реквизиты для этого вы сейчас видите на своих экранах. Екатерина Заграничная, Елена Петрова, Александр Бачков, Саратов-24. Спорт и активный отдых по полной программе. Более 700 участников из разных регионов страны в этом году поборются за звание лучшего. О том, как идет подготовка к одному из главных межрегиональных состязаний «Туряда-2016» рассказали организаторы. В Хвалынск съедутся победители региональных турслетов, студенты и тренеры по спортивному туризму. На то, чтобы продемонстрировать все свои способности, у ребят будет целых четыре дня. «Туряда» включает два основных направления – состязания по спортивному туризму и познавательные конкурсы. Помимо пеших дистанций, фигурного вождения, велоралли и состязаний на воде, а также творческих конкурсов, в этом году организаторы ввели мастер-классы по живописи, занятия йогой и встречи с известными российскими путешественниками. Своих лучших представителей на это соревнование регионы готовят около года. В Хвалынск от Саратовской области поедет делегация в общей сложности из 40 человек. «Команда Саратовской области была сформирована по итогам межмуниципальных и муниципальных этапов. Приняло участие в отборе более 1200 человек. И по итогам была сформирована команда из 28 участников». «Вы знаете, вот уже второй год подряд наши ребята с Приволжского федерального округа, наши команды из ПФО занимают первые три места на российских соревнованиях. Из других округов уже говорят, что ПФО надо как-то отдельно выделять, потому что постоянно подтверждение идет того, что к этому относятся все очень серьезно. И не просто так для галочки приезжают, а приезжают по-настоящему соревноваться». Подготовка спортивно-туристического лагеря «Туриада-2016» идет полным ходом. Уже готовы спортивные площадки и творческие студии. Отведены места для установки палаток. По словам организаторов, на соревнованиях будут обеспечены все меры безопасности. На площадках будут работать медики и полицейские, а участников к лагерю будут доставлять только в светлое время суток. Соревнования стартуют уже 18 мая. «Молодежный удар по терроризму» в юридической академии подвели итоги межвузовского конкурса, посвященного противодействию экстремизму. На суд жюри студенты со всех высших учебных заведений области присылали свои работы, где в свободной форме призывали бороться с этой чумой 21 века. Конкурс проходил в трех номинациях. Видео, ролики, сюжеты, короткометражки, фильмы, графика, плакаты, постеры, баннеры и презентация, компьютерное слайд-шоу. Принять участие в конкурсе решили более 50 студентов. Лучший плакат, который выбрали члены жюри, был представлен в зале, где подводили итоги конкурса. По словам автора, в ближайшее время он должен будет появиться на всех железнодорожных вокзалах и станциях Саратовской области. А авторы лучшего видеоролика, который тоже был показан собравшимся, приехали на подведение итогов конкурса из Балашова. Ну, вообще, мы как работаем, Снежана пишет текст хороший, что-то выбираем, что-то вставляем, а потом я уже начинаю это оформлять, компоновать, выбираю музыку какую-то, что-то. Ну, вообще, было сложно сделать, в принципе, вот что-то такое. Тема очень серьезная, и чтобы донести то, что мы хотели, в принципе, сказать, хотели мы сказать, что нам нужен мир, что давайте остановим терроризм. И, в принципе, как раз-таки мы подбирали те лозунги, которые бы могли людей мотивировать и пытаться сделать мир во всем мире. Учредителями первого межвузовского конкурса выступили Саратовская государственная юридическая академия и прокуратура Саратовской области. Как отметили представители надзорного ведомства, именно молодежь является основной целью вербовщиков, представителей организаций, деятельность которых запрещена в России. Поэтому крайне важно, чтобы студенты знали, как защитить себя от экстремистов и могли рассказать об этом своим сверстникам, причем в максимально доступной форме. Патриотическая акция «Бессмертный полк» стала не только самой масштабной, но и самой обсуждаемой, причем с разных сторон. Так некоторые СМИ решили опорочить и самошествие, и его организаторов. Искали скрытые мотивы. Почему журналисты посчитали возможным критиковать это событием и то, что наш телеканал помог бесплатно изготовить портреты героев войны, обсудим сегодня в программе «Прямая речь», которая выйдет в эфир прямо сейчас. А я с вами прощаюсь. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова